итак привет всем подписчикам моим моего канала всех вас приветствую вот новое видео муфельная печь 4 серия продолжение 3 серии как и обещал сделаю более подробное видео расскажу чё к чему и так я сделал столик под нее как и говорил вот он фанера номер двойка идет толщина то есть два сантиметра толщина этой фанеры вот сделал подставку для самой печи через который проходит контакт снизу то есть вот сюда прикрепляется провод ток проходит сюда а печь просто ложится и вот этот болтик который вот это выступает снизу в контакту это с этим то есть вот с этой пружиной и происходит контакт другой провод идет прямо на корпус и все больше ничего а если кого интересует что вот это такое это зажимается зажимается спираль она через кирпич проходит выходит сюда и зажимается так насчет крышки сверху хотел сделать из кирпича шамотного вот с такого толстого но решил передумать потому что толщина его высокой если бы я просверлил дырку то я все равно надо было про это закрывать чем-то потому что когда плавится металл надо заглянуть что там происходит и делать это чаще особенно если золото плавится и поэтому я решил оставить вот эти не сильно высокие крышечки 2 просто сделать к ним вот такие хвостики выступающие чтобы удобно было брать вот такими пассатижами так зажимать и допустим убирать когда надо одну половинку одно вставлять а другую можно убрать временно тамбуры добавить размешать допустим и так далее то есть это две такие крышки как были так и останутся так это этот кирпич просто приемочный сделал такие две лунки можно сюда выливать или сюда если не сильно много осадка можно сюда вылить если чуть больше сюда если будет уж там совсем много можно сделать еще дополнительно побольше а пока пойдет а вот и сам тигель наш чтобы удобно было вытаскивать я сделал вот такую вот причудливую в общем в общем структуру вот кольцо такое зажимное вокруг тигеля и подхват вот эта сама пластина она приварена аккуратно шлифована почему именно такую сделал я вам покажу за место щипцов которые хотел сделать так что папку обхватывали тигель я решил сделать просто пассатижи так как это быстро и не надо ничего делать просто добавил такие трубки очень удобно вытаскивать примеру примерно пока покажу так допустим расплавился металл я просто его раз вытаскиваю сюда ставлю вот так вот и этими же щипцами ничего особо не делая двумя руками удобнее просто будет делать сейчас снимаю просто перехватываю вот таким положением опс и выливаю свой осадок золото или серебро будет там в эти лунки самые очень удобно и быстро и все в одном не надо иметь специальные зажимные там какие-то клещи то есть все можно сделать одним инструментом то есть вот этими щипцами паскогубцами извиняюсь ну вот и все вот и все собственно вот и все больше ничего добавить нечего расплавим медь бронзу потренируемся медь основная цель расплавить потому что температура меди выше чем у золота ну там на небольшое количество может градусов на 40 посмотреть если кому надо вот эти болты если кому интересно еще добавлю только это они просто нужны для того чтобы кирпич держался они туда входят где-то на сантиметр вот как сама нарезать типа но я нарезал резьбу метчиком это болтики на 4 чтобы кирпич был зажат между этим уголком и днищем потому что там он просто на глину посажен поэтому я так сделал и все единственно еще только поменяю спираль сделаю сам спираль сам из нержавейки чистой для того чтобы качество было ее скажем так лучше чем вот это куплено китайская нержавейка не имеет свойств так быстро выгорать вот что же теперь покладем печь на кирпич придется сейчас временно отключиться все подготовлю в общем ничего особо скрывать не надо подключу просто провода вот эти и запустим ее расплавим бронзу и выльем выльем сюда как и я все подготовил это пробная версия такая пока с бронзой а следующую сделаем медь как раз вот пока что меди будем использовать чтобы сделать медь я решил вот из прошлого видео золото из компьютера сколько золота в компьютере я вот у меня оставался раствор медный я решил его восстановить бросив кусочек железной трубки и расплавить остатки получившийся осадок меди расплавим ну получится наверное завтра итак бросаем обычное железо любое в оставшиеся растворы с медью можете их выливать можете также сделать в общем то это дело ваше я для видео это снимаю как видим уже медь собирается лить в общем оставляем до следующего дня вот по поводу этих неудавшихся моделей тут все в принципе нормально было насчет вот этой модели первое я хотел кое-что добавить от себя идея была такая что вот эта ручка должна была быть здесь в общем там тикель несъемный был бы внутри как вы видели тогда и я бы к нему только сделал выступающий носик если бы металл плавился я бы просто брал что удобно было бы и сливал бы расплавленный металл допустим в такие же лунки вот но не получилось не получилось замазка все испортила и так далее поэтому это убираем сторону временно над этим можно будет продолжить работу если будет желание силы или средства но пока что я обойдусь и вот этим прекрасным агрегатом куда более качественным и вообще универсальным что касается этой модели тут то в принципе я планировал так что чтобы по максимуму сделать уже отверстие и просто чтоб тигель сюда как я показывал должен был вставляться вот чуть-чуть он выступал бы и здесь бы подхватывался другими щипцами такими вот этот верх он бы подхватывался сюда бы клался и потом зажимными щипцами другими бы выливался я так планировал но тоже ничего не вышло спираль 1 заходит внутрь там как я показывал намотана 1 снаружи ведь так вот который внутрь заходит греется меньше а который снаружи было перегрелась буквально за какие-то пять минут и все сгорело как вы видели температура была там на около полторы тысячи раз расплавилась сама спираль тоже ничего не вышло испортила все вот это самое глиняная замазка в общем не применяйте глину ни в коем случае итак прошло всего пару минут я все установил муфельной печь поклал на кирпич провода все присоединил тут только вот этот один провод надо отсоединять если когда я уже не надо будет использовать а так собственно вот этот провод можно даже не снимать и сейчас попытаемся расплавить бронзу и вылить это прошлый раз бронза который плавилась вот чуть-чуть только не доплавилась вот эта монета с верхней и вот это какая-то штучка вот а так она вот была расплавленная он даже видно мы сейчас расплавим полностью и выльем ну допустим сюда вот вылим ее будем считать что это как серебро бронза заместо серебра температура 900 градусов и серебра где-то также в общем кладем пока такими обычными щипцами а вытащим потом вот такими подхватываем и устанавливаем так устанавливается примерно вот так сейчас так все нормально ну все чем убираем включаем плитку вот все включилась накал начался все что надо закрыть крышкой и подождать это сюда идет вот так вот это сюда через 15 минут через 10 минут заглянем через 15 еще раз на 20 минуте должно все расплавиться как и в прошлый раз вытащим тигель прямо сюда а потом выльем сюда при помощи вот этих щипцов очень удобно и быстро это делать как я уже и говорил а сами крышки допустим вот так вот когда надо заглянуть что-то раз сюда поклали там бур и добавили еще что-то в общем ждем все и так через пять минут разогрев начался итак прошло пару минут пять минут назад мы заглядывали все уже нагревалась красным было через пару минут спираль перегорела вот в этом месте где она выходит снизу и вот здесь на этой стороне где наоборот заходит вот на этот изгиб видать в прошлый раз я изрядно потрепал двумя переплавками но это спираль из обычного металла не удивительно что она так быстро в общем-то из строя вышла поменяю на более качественную спираль и продолжим расплавим бронзу и расплавим медь медь основная цель заодно и убедимся насколько она качественная это самая спираль так что через пару часов продолжим поменяю спираль пусть печь теперь остынет она разогрелась может даже завтра начну это делать заодно и медь выпадет который уже вот вот отлично именно этот осадок мы и расплавим итак спираль поменял на следующий день вот ушло пару часов поставил вот такую спираль новую была вот такой толщины вот это обычная из металла это из под велосипеды наверное проволока в общем-то обычная где тросик проходит она магнитится коленистая такая вот купил из нержавейки новые вот такой вот я думаю это нержавейка хотя сказал что не хромно я сомневаюсь диаметр проволоки такой же но в общем она не магнитится купил чуть толще спрессовал ее при помощи тисков сделал такую полу овальную вот и все на дело ушло ушло где-то по времени два часа уже запустил попробовал нагрелась для того чтобы спираль поправить если какая-то бы отходила продолжим с того же с чего вчера на чем вчера закончилось все в общем устанавливаем тигель снова так так чуть-чуть еще сюда установить его сама неудобно как-то одной рукой ну так вот ровно все так включаем плитку и накрываем крышкой ждем пока расплавится бронза потом вылим потом медь сразу расплавим который уже выпало кстати включили все пошло дело работает теперь лучше даже равномерная разогревается так все накрываем крышкой через пять минут заглянем так вот раз так вот два все а эта спираль старая была она рассыпалась от перегрева вся сыпется вон двух не выдержала в общем две эти выдержала расплавить бронз два раза и все и порассыпалась особенно снизу вон она коленистая была просто и все думаю что этой хватит на дольше так как не ржавейка я думаю что это не ржавейка все таки не так выгорает долго быстро все таки в ней хрома больше я думаю поэтому ее хватит на дольше ну обычные как еще раз я показывал из металла вот прилипает а это нет ладно так медь выпала наша медь выпала которую следующим ходом расплавим для пробы и это будет финишная стадия наша вот она наша медь осадок меди вверх сольем желез за это а осадок расплавим меди так посмотрим еще даже не прошло наверное двух минут что там у нас происходит примерно уже о уже греется хорошо и так через пять минут так тигель начал разогреваться отлично температура хорошая заглянем еще через десять минут все уже красное вон видите отлично все вон через десять минут разогрев увеличился аж сюда жар идет что ж еще минут восемь я думаю уже расплавится по моему пружинка держится даже лучше чем предыдущая которая вся выгорела но она из обычного металла не удивительно а это все таки нержавейка хотя сказал не хром но я сомневаюсь еще раз говорю скорее всего просто нержавейка может с какими-то добавками надеюсь что прослужит куда дольше чем это я думаю что на 15-20 переплавок расплавок или как там хватит что в принципе уже само по себе выгодно не шума как вы видите не пыли просто разогрев и все как в индукционной печи итак прошло где-то 20-22 минуты прежде чем вытащить надеваем не забываем маску не дай бог брызнет когда будем выливать в глаза на руку то это ерунда если там попадет немножко в глаза сами понимаете поэтому прежде чем вытащить металл который расплавился надо вынуть из розетки обязательно питание отключить поэтому что же приступим так вылили там был шлак металл это такая грубая расплавка поэтому сильно внимания не обращаем сейчас посмотрим что в печи у нас питание отключил спираль вроде аж сюда жар идет держится прекрасно как и сказал из обычной нержавейки в сто раз лучше чем любая другая на мой взгляд все равно и рить его и не найти так оттуда его все вылили тут и болтики были вон видите в общем то вылил все сейчас посмотрим достанем его еще не остыл так вот перевернем его ну вот вылилась бронза наша вот так вот в общем шлам здесь был ну там болтики я не убирал с тех деталей из под этих всяких штепселев вот этих вот розеток там все что было в общем то я так вот это убрать вот прекрасно она 20 минут ну 22 минуты там плюс минус в общем 20 минут и она плавит бронзу думаю на медь уйдет примерно ну минут ну пусть будет 25-30 максимум я думаю так что выливаем этот это железо дадим печки остыть и следующий раз расплавим медь сейчас чуть-чуть просто пусть остынет я не хочу торопиться мне торопиться некуда чтобы это все было просто аккуратно как я говорил спираль менять просто чудо если даже и сгорит спираль она не сильно дорогая то есть если использовать бензиновую ту же горелку то она обойдется куда дороже покупать этот бензин ходить литра два потратить чтобы так разогреть вот такой тигель как вы заметили очень удобно в общем то я придумал вот эти вот щипцы видели как достал легко быстро сюда поклал одним движением просто перехватил вылил кстати в первый раз вылил в эту форму она немножечко тоже надо ее обжечь как бы вот эти вот формы поэтому туда можно пару раз медь залить будет этого уже будет достаточно но ничего не брызнуло все нормально высохло но все равно лучше надевайте маску хоть такую в глаза по крайней мере хоть не попадет если вдруг брызнет особенно если осадка много так сливаем промываем осадок меди чтобы расплавить вот она наша медь потренироваться перед тем как золото плавить это лучший металл потому что чтобы золото плавить надо там ошибок не делать возможно я еще разработаю метод плавки золота именно свой собственный так вы можете в другом тигеле сам тигель сделаю такой разовый из керамики который можно будет использовать как одноразовый чтобы то есть размером меньше из этого выливать сюда надо грамм просто наверное ну не знаю но там вон шлам остался на дне шлак чтобы из этого этот тигель применять надо просто наверное я не знаю куда больше золота чем даже вот такой кусочек то есть если там совсем мало осадка а хочешь расплавить то надо какой-то тигель специальный который можно ну не сильно большого размера чтобы можно было сюда поставить расплавить вместе с ним достать и даже ничего не выливать он там застынет потом его разбить и кусочек чистого золота получить на дне именно такой тигель я хочу и сделать тоже ну что же ждем когда она остынет и в следующий раз расплавим медь осадок которого уже готов и так прошло пару часов печь остыла осадок меди пропустил через фильтр для того чтобы сымитировать плавку золотом так вот сейчас засунем и расплавим тигель вместе с бумагой чтобы сымитировать золото плавление золота так вот сворачиваем просто и сымитировать в печь тигель нормально все пойдет так включаем плитку пройдет минут 20-30 и я думаю медь расплавится так включаем дело пошло так все отлично накрываем крышкой так через пять минут заглянем посмотрим что там у нас в 11.31 вот в 11.36 заглянем и посмотрим и так прошло пять минут посмотрим что у нас внутри уже тигель уже разогрелся до красна греется уже начинает бумага сгорела сейчас дым шел вот ну что же заглянем еще через пять минут так решил заглянуть через пару минут еще так всего 41 минут еще хотел 45 заглянуть ну ладно посмотрим просто что уже разогрелось все как видим уже аж ярко-красно до ярко-красного цвета разогрелся тигель ну что же минут через 15 я думаю расплавится если сейчас 41 то где-то в 11 где-то почти в 12 уже все расплавится ладно посмотрим через минут 45 на результат еще раз еще раз заглянем просто для интереса отлично работает спираль спиралью это я доволен ладно я еще прокомментирую это позже так прошли еще дополнительно 4 минуты так 45 заглядываем уже все ярко-желтого цвета стало еще минут пять и все расплавится в общем пока что закрываем и сейчас будем выливать уже так прошло примерно еще минут десять уже где-то почти 30 минут длиться выключаем и вытаскиваем так это убираем так опана так сейчас все надо сделать быстро раз два так раз два оба на твою-то мать а так видите что произошло надо будет об этом подумать в общем ребята все ништяк но вы видели что произошло это очень и очень плохо я так могу пожар устроить диском прыжок немного ну и юбка налево ну ладно медь расплавилась это конечно хорошо но пожар я конечно доволен результатом температура такая что аж сюда жарко не то что туда сейчас поднести кстати вот отсюда наблюдаю спираль вообще прекрасно держится вот что значит нержавейка ну ладно пусть остывает я наверное накрою лучше для того чтобы меньше окислялась сама спираль пусть она сама по себе там вот так вот вот а вот она наша медь вылилась так отвертки нет пинцет есть вот она медь кусочек а вот эта зараза отлетела прямо вот сюда вот красиво отклавилась и сделала небольшую мне даже дырочку ну блин стол такой хороший ну ладно сюда приклею наклейку такую же как вот эти вот шурупы закрывают подумаю здесь что-то буду постелать наверное в общем медь жидкая в отличие там от алюминия сейчас остудим ее и посмотрим у нас что вышло так я забыл показать время вот ну вот минута всего лишь прошла в общем мы начинали с 31 одной как и говорил за 30 минут с запасом все четко расплавилась вообще так а этот кусочек это медь решил немножечко залить в азотную кислоту разбавленную сейчас чуть добавим и чтоб она просто так вот так вот хватит для пробы и золото также можно делать так сейчас пойдет вот кидаем на пару секунд этот кусочек золото вообще там хранить так вот видите он даже еще не остыл так ну вот уже видите он тоже покрыт был темным таким шламом золото тоже когда плавите оно не всегда сразу вылазит такое желтое как все думают блестяще ему надо в азотной кислоте прокипятить и все будет ништяк так вытаскиваем так вот вот и все вот она медь наша видите кусочек меди тот осадок который мы восстановили из вот этого самого вот из этого раствора который у нас оставался это из-за сколько золота в компьютере VEUX вот какой кусочек меди получился в итоге вот он уже остыл печь еще горячее этот кусочек я в общем то ничего с ним пока не делал можно его тоже кинуть на си пару секунд в азотную кислоту ладно упал потом подниму Вот, он тоже станет такого же цвета, то есть медного, чистая медь Вот, и насчет того, что я хотел добавить Почему эта печь очень удобная, в отличие от любой другой Ну, во-первых, стандартные печи, если вы видели, даже заводские, там открывается крышка Но там производственные печи, у них свои плюсы, свои минусы тоже Там надо тигель вытаскивать, чтобы, допустим, добавить бурость Или там помешать осадок, посмотреть, надо вытаскивать тигель Потому что так туда не заглянешь, как вот тут сверху, и ничего не увидишь Поэтому, ну, там термометры, в общем-то, секундомеры, все это замерено уже Они берут конкретное количество металла и знают, что оно уже расплавилось В общем-то, не обязательно это делать В кустарных условиях, как у нас, разумеется, надо чаще заглядывать и смотреть, что там происходит То есть, и в случае даже если чего, даже и добавить той же буры Буру обязательно добавлять надо при плавке золота Потому что, по-любому, часть железа при афинаже останется в осадке И для того, чтобы оно всплыло кверху в виде шлама, темного шлака Надо будет добавлять буру и даже помешивать специальной палочкой Поэтому эта печка у нее свои только плюсы есть А на этом конец Если видео понравилось, ставьте лайк В общем-то, продолжение будет Еще будет интересное видео с обогащением руды В общем-то, на этом конец Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok